Полуфинальный поединок боксеров полутяжелого веса. Антонио Тервер, Соединенный Штат Америки. Красная форма и представитель Казахстана Василий Жир. 4-2 с таким счетом после первого раунда ведет американский боксер, который является ни много ни мало чемпионом мира. В 27 лет Антонио Тервера, 22 казахскому боксеру Василию Жирову из Джесказгана. Очень достойно казахский боксер провел первый раунд, хоть и проиграл. Очень долго, кстати, вы знаете, почти две минуты на табло были нули. Они оба в правосторонней стойке боксируют, левши. Хорошо, сейчас Жиров пошел. Надо только было чуть-чуть акцентировать свой удар. Я думаю, что для многих специалистов явилось открытием выступление казахских боксеров на Олимпийском ринге. Четверо вышли в полуфинал. Один уже, один уже в финале. Это Булат Джумадилов, боксер второго нелегчайшего веса. Американец, чемпион мира. Смотрите, сколько сил ему надо применять для того, чтобы выйти вперед. Так всего лишь на одно очко. Идет обмен ударами. Жиров не уступает ему. Всего очко проигрывает. И ему, просто ему трудно сейчас уйти. Не надо идти на этот обмен ударами. Вообще, с кубинцами, с американцами на обмен ударами практически не надо вступать. Никогда. Они всегда чуть-чуть быстрее. Да ничего там не было. Это был толчок. Американец с таким гордым видом отправился в угол. Я чуть ли не нокаупил. Не было ни удара, ничего. Просто неудачно. Толкнул. Ноги были параллельными. И в итоге упал. Я все рассказать стану. Молодец. И такими хорошими, точными такими ударчиками. Ра-ах. Проскочила перчатка. Заканчивается раунд. 7-7. Вы посмотрите, какой удивительно острый поединок. Он нравится зрителям, когда идет обмен ударами. Сходится в ближнем бою. Правая вытянутая рука американца. Антонио Тервер. Опытнейший мастер. Но пропускает. Пропускает. Значит, есть возможность найти, нащупать слабинку. Хороший удар. Жирова. Хороший. Прямой левый. Точно правил оборону. Ну, надо атаковать. Хороший был момент. Прижал. Он прижал сейчас Тервера канатом. И ни в коем случае не надо уступать. Вот знаете, идет такая жесткая борьба. Настоящие два мужика встретились. Молодец. Молодец. 20-летний боксер из Казахстана Василий Жиров. Убрали как раз сейчас цифры, табло. Мы посмотрим, какой же счет. Вот сейчас американец был в атаке. Попал вот боковой. Ну, не знаю, зафиксировал ли компьютер. Еще один точный удар. Ну, из этой серии, может быть, один-то удар уж наверняка был зафиксирован. Жиров был сейчас неправ, конечно. Надо просто уйти было из угла. Есть возможность. Но, тем не менее, ну, еще ни один боксер из Казахстана не заслуживал, так сказать, критики в свой адрес. Бойцы держатся, знаете, так, на равных с чемпионами мира. Олимпийскими чемпионами. Ну, это вот, видите, сам пошел назад и опрокинулся. Одно очко выигрывает Жиров. Вот, видите, атака это была американца. А Жиров все-таки, я напомню вам, друзья, это Антонио Тервер. 27-летний чемпион мира. Идет вабанк американец. Пытается, обрушил серию ударов на молодого казахского боксера Василия Жирова. Не надо, не надо идти на обмен. Хорошо, вот сейчас ушел от него. Хорошо. Разорвал дистанцию и сразу быстро иди сам на сближение. Вот только не надо натыкаться на встречный прямой правый. Горячий, конечно, 22 года. 27 лет у американцев. Вообще американская команда самая молодая. Вот это единственный возрастной. Боксер. Ну и единственный питулованный потом американец. Молодец, молодец, Жиров. Если он выиграет этот бой, ей-богу, самых высоких наград он заслуживает. А зрители-то, зрители, по-моему, не ожидают. Они-то, знаете как, они же не знают, какой счет удара. Вроде бы их атакует, да еще чемпион мира. А то, что он уже проигрывает три очка, никто и понять не может. Ну, Василий, дорогой, немножечко надо постараться. И не надо идти ва-банк, не нужно. Ну, я его тоже понимаю. Он же ведь не знает, что выигрывает. Чувствует это наверняка. Но вот сколько он выигрывает, он не знает. Только, наверное, крикнуть кто-то должен ему. Ну, это USA, USA. Мы уже привыкли к этому кличу. Это не значит, что он придаст очки американскому боксеру. Аккуратно надо жиру. О, хорошо, правый прямой достал. А компьютер не среагировал. Опять пошел на обмен ударами. Попадает. И американец оказался чуть-чуть точнее. Не надо на обмен идти, не надо. Минута сейчас пойдет. Три очка выигрывает. Но надо подвигаться. Бей. Хорошо. Тринадцать девять. Это уже близко к победе. Помните, как в детской игре? Холодно, холодно, горячо. Вот это уже горячо. Четыре очка. Не надо, не надо. Но жиров-то, смотрите, каков молодец, а? Компьютер опять не срабатывает. Удар этого казахского боксера. Молодец. Еще очко. Но это уже победа. Все. Что там не хочет сейчас чемпион мира, американец Антонио Тервер. Он выбил, кстати, соревнований нашего дилютанта сборной, российской сборной Дмитрия Выборного. И мы в чем не, собственно, не обвинили. Выборнов боксировал на равных. И молодец. Но вот Василий Жиров, 22-летний боксер из Джесс Казгана, выигрывает у американца, хозяина ринга, чемпиона мира. Блестящая победа. Пять секунд до окончания боя. Гордон Хендри, рефери, уже сейчас поднимет руку казахского боксера. Второй казахский боксер в финале. Второй. Гулат Жумадилов. 51 килограмм. Второй налегчайший. Выиграл у чемпиона мира Золтана Лунки, немецкого боксера. И Василий Жиров, полутяжеловес, выигрывает у американца, чемпиона мира, Антонио Тервера. Вот это да! Вот это бокс! Настоящий бокс. Настоящий характер. И вот, наверное, Альберту Пакееву, нашему боксеру, надо поучиться, как боксировать в таких поединках. Нет, американец уже, знаете, как говорится, пояс уже ушел. Тут уже ничего не сделаешь. Давайте посмотрим за этим торжественным моментом. Как молодой 22-летний парень из никому неизвестного в Атланте. Джасказгана выигрывает у чемпиона мира. Молодец! Василий Жиров, финалист.